Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска, двигатель 1.4 механика, передний привод. Пробег на автомобиле 173 тысячи километров, заменим на нем приводные ремни. Там два ремня идет на кондиционер и на гидроусилитель. Открываю капот и смотрим, как удобно подобраться до ремней. Поднял автомобиль, вот у нас болт, головка на 12. Я взял трещоточный ключ, можно нахибнуть. И также снизу вот здесь болт тоже на 12. его тоже ослабляем. Здесь тоже трещоточным ключом можно. Да нет, здесь можно головкой подвесить. Правда придется шкив провернуть. Добавляем. Я ключ снимать не стал. Показать, где одет ключ, второй болт снизу, там пропил для натяжки прорезь. Вот теперь гидроусилитель можно отодвинуть. Вот он. Скидываем ремень. Вот этот ремень можно заменить сверху. Пробежал он больше ста тысяч. В принципе состояние его не мертвое. Он бы еще походил, но мы его заменим. А вот второй ремень лучше снять снизу. Так, правильно заказали, неправильно заказали. Правильно. Длина этого ремня 4PK965 Repower. Его установим. А сейчас поднимаю автомобиль, снимаю правое колесо. И откручиваем для удобства пластиковую защиту. Здесь две гаечки. Головка на 10. И один болт снизу тоже головка на 10. Ремень. Ремень. Так. И хоррень. Добавлены. Добавлены. Добавлены сахаром. Ремень. 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 Готовер. вот натяжной механизм берем шестигранник на 8 берем ключ на 24 и ослабляем ролик теперь ремень можно скидывать скидываем ремень ремень тоже не мертвый 4 пк 840 еще маркировка осталось меняем ремешок проверяем как у нас крутится ролик без шумов без шумов но сухой ремень тоже фирмы repower 4 пк 840 4 пк 840 фирмы repower одеваем на генератор одеваем на помпу и одеваем на шкив коленвала дальний вот здесь теперь подгадываю чтобы мне эти зубы дали возможность затянуть натянуть ремень натягивается он против часовой стрелки чтобы не перетянуть его все ремешок я натянул устанавливаем второй ремешок накину его также снизу пока удобно вот он болт его можно его даже не можно его нужно и удобнее откручивать и закручивать снизу чем сверху там подлазить хотя можно и сверху подлезть если один только ремень заменить берем ставим ремешок так Субтитры сделал DimaTorzok Все, ремень поставил, теперь мы его натягиваем Ремень натянул, натяжку проверяю пальцем Есть прибор специальный Натяжку проверяю пальцем Ну и так поворот Легко должен поворачиваться Под 45 градусов Под 90 градусов На коротком расстоянии Есть прибор, но такого я пока не приобрел Закрываю здесь пыльник Опускаю автомобиль И затягиваю сверху два болта Субтитры сделал DimaTorzok Затягиваю Все, затягиваем Теперь сверху Нижний болт И верхний болт Сейчас заведу Ремни не перетянуты Никакого дополнительного Дополнительного зума нету На этом все Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok